Добрый вечер! Это поражение такое обидное, такое драматичное. Под каким номером идет? Самое может быть обидное в карьере или нет? Классификацию не выстраиваю, обидных и не обидных. Но я думаю, что это как раз вот этот невыигрыш чемпионата мира. Хорошая формулировка. Невыигрыш. Он не обиден. Потому что игра качалась до последнего. Потому что первый тайм мы играли здорово. Вели 3-1. И только в концовке не хватило свежести нашим ребятам, чтобы дожать соперника. Но ведь если посудить, календарь выстроен был так, что мы играли, а они восстанавливались. Где-то, возможно, вот этой свежести не хватило. Но, еще раз подчеркиваю, никакой обиды. Есть только недосказанность. Ведь чемпионаты мира проходят каждый год по хоккею с мячом. Поэтому нас ждет Хабаровск. И будем готовиться, будем готовиться. Ну, знаете, о чем хочется поговорить? Мне кажется, больше шум даже не поражение сборной России в финале вызвал, а та история с гимном, которая девушка пела, ошиблась, напутала какие-то первые строчки. Что там произошло? Расскажите, пожалуйста. Роман, наверное, изюминка, да, открытие игры состоялось в том, что живым голосом пели гимны. И, наверное, напряжение у девушки было настолько сильным, что она немножко разволновалась. Может быть, и технический сбой помешал ей это сделать точно. Но состояние у команды, у болельщиков, которые были на трибунах, у тренеровского штаба было настолько мощное, что мы поддержали ее, продолжили петь. И практически никто этого не заметил. На самом деле здорово, что вы слова знаете гимн. Не все, мне кажется, знают слова российского гимна. Не все спортсмены, по крайней мере. Видно, как мы здесь, ребята, поют. Жалко, что лавочку для тренеров не показывали. Да, у нас настрой был настолько мощный, что мы готовы были петь, танцевать, но все сделать, чтобы победить. По поводу того, как отреагировали организаторы, да, Маш? Да, нужно сказать о том, что организаторы принесли какие-то извинения, объяснив это какой-то технической неполадкой. Да вы знаете, наверное, не стоит искать в этом какой-то крамолы. Получилось, на самом деле. Рома правильно сказал. Девушка молода, девушка хотела показать свой вокал, сбилась. Но тут, когда ребята подхватили, болельщики подхватили, все это снивелировалось, и получилось настолько правильно и своевременно. Поэтому были небольшие извинения, но мы уже были в игре. Нам не до этого было. Роман, по-моему, именно вам принадлежат слова до финала о том, что сил у нас достаточно на эту решающую игру. Но вот видите, версия тренера, что как раз, может быть, где-то свежести это не хватило. Я понимаю, что вратарская позиция, да, она может быть, и вратарский взгляд, он немножечко другой в сравнении с тренерами полевыми. И тем не менее. Наверное, сказать, что именно сил не хватило на 100% нельзя. Были и другие моменты, которые помешали нам в совокупности. И далее в конце игры нам не хватило. Поэтому сил у нас хватало, но что-то еще не хватило. Ну, первый тайм же провели очень здорово. И вели, да, 3-1. Что в перерыве сказали своим подописникам? Мы, во-первых, говорили то же самое, что уделять большое внимание, мы говорили конкретно, отбор за линии мяча и быстрые раздящие контратаки. Атака и атака и атака. Но она должна быть быстрая, чтобы соперник за тобой бегал и уставал. Отчасти, допустим, до 60-х минуты это получалось. Но, скажу так, что у нас приехали ребята некоторые, не совсем в спортивной форме, имеется в виду. Так и по ходу они не набрали. Как это так на чемпионат мира не в спортивной форме? Ну, потому что, допустим, Алан Жусуев в своем клубе две недели не играл. Он старался, он грамотный игрок, капитан команды. И было видно, что он играет на физическом пределе. А у нас что, некого больше вызывать в сборной? Почему? Ну, это же определенно. Вызывается 18 человек, и 17 заявляется на игру. По ходу чемпионата игроки некоторые прибавляют. А некоторые еще не до конца набрали свою физическую форму. А когда физики чуть-чуть не хватает, психология выходит. Поэтому, правильно Рома сказал, все факторы. Когда, допустим, получился, такая игра зашаталась, мы пропустили второй мяч, и вот тут-то нам не хватило, чтобы еще усилить свою игру в части атаки. Получился бы гол ворота шведов, и игра бы, как говорится, закончена. Ну, может, еще и домашний фактор для шведов здесь какую-то роль сыграл. Я имею в виду, все тоже в объеме. И календарь, и, может быть, где-то судейство. Вы знаете, могу сказать одно. Не оправдываясь, игра удалась. Игра, фабула игры удалась, держала напряжение всех зрителей, болельщиков, которых было много из России. Но концовка мы не выстояли. Поэтому это же самое происходило в Хабаровске. Когда мы отыгрывались, и концовку мы додавили шведов, где-то здесь у них получился камбэк вот этот. Поэтому, еще раз подчеркиваю, никакой осады нету. Просто есть понимание, что нужно делать дальше. Сергей Анатольевич, я намекнул так немножко на судейство. Вы, правда, да, тоже все эти намеки рассеяли, да, развеяли фразы о том, что мы не оправдываемся. Тем не менее, вот этот эпизод как? Прокомментируете? Я не буду это на самом деле комментировать, потому что мне шведы к нам когда подходили, не мы их поздравляли, а они нам сжали руку и говорили спасибо, Россия, что нам удалось вас обыграть. И один в шутку сказал, что если бы не эта победа, то нам больше с вами играть-то неинтересно было. Ведь поймите, четыре раза команда не могла нас обыграть. Команда Швеции. И тут получилось вот это. А кивать на какие-то судейские ошибки, возможно, на какие-то выкрики с трибун, это все было. Но мы ребятам всегда говорим, и они знаем, надо через это перейти. Слушайте, ну в этом же что-то есть, да, потому что постоянно становиться чемпионами мира, да, но нужно споткнуться один раз, и потом уже в Хабаровск приехать к каким-то новым азартам, например. Вы знаете, это же игра. Сегодня получилось так, а завтра мы будем стараться отыграться. И вот это как раз и есть стимул к развитию. Искать новые имена, растить новых игроков, строить новые стадионы, развивать хоккей с мячом. Разве это плохо? Роман, вот прокомментируйте, пожалуйста, следующую историю. Мы все люди, которые увлечены хоккеем с мячом, ну так уж часто получается, первые очень именно во время чемпионатов мира, мы все-таки ждем включения вашего вида спорта в олимпийскую программу. Ну, это каждый ваш приход в наш эфир, да, ознаменовывается вот этим вопросом. Когда? До Коли. В 2022-м? В 2018-м уже не получится? Если бы что-то от нас именно зависело, Сергею Анатольевичу, мы бы сегодня же это сделали. Поэтому эти вопросы, я думаю, обсуждают. Какие разговоры сейчас у вас? Слушайте, ну эти вопросы обсуждают. Я очень, извиняюсь, я просто лет 7 или 8 назад работала в Международной Федерации хоккей с мячом, и тогда даже обсуждался этот вопрос, и тогда говорили, вот-вот сейчас включат. Ну сколько лет уже прошло? Прошло много с того времени, как вы работали. Но я вам скажу так, конгресс состоялся в Сандвикине как раз перед чемпионатом, и приехал Олимпийский комитет представителей Китая и компания, которая будет раскручивать вот это на Олимпиаде хоккей с мячом. Но у меня есть такое предчувствие, у всех есть, что если Китай и Япония, то есть восточные наши страны, соседи занимаются этим делом, уже в Хабаровске на следующий год будет чемпионат мира группа А, а группа Б пройдет Харбини. Вот у меня есть такая стойкая надежда, что все-таки Китаем прирастать вхождение в Олимпиаду будет. Поэтому, мне кажется, в этом есть своя изюминка и свой выход вот из такого положения. Ну что ж, говорим огромное спасибо нашим гостям. Обсуждали чемпионат мира по хоккей с мячом. Я напомню, мы заняли второе место. Да, спасибо большое. Роману Черных, Сергею Мяусу.